Всем привет! Сегодня будем рисовать домик на лужайке, залитой солнцем, с сиренью рядышком, с кустом сирени. И вокруг растительности должно быть достаточно много. Ну что, сразу линию горизонта намечаем. Она примерно одна треть всего листа по горизонтали. И приблизительно, где будет дорога, где дом, основание его наметим, домики вокруг, вот здесь где-то деревце будет, разветвленное вилку. Где-то вот здесь будут кусты. Все может впоследствии измениться, поэтому только наметки. Приблизительно, вот дом, примерный квадрат дома. Чтобы вы видели, делю на две части равные, у меня 8 сантиметров, значит 4 сантиметра у меня одна половина дома. Одна крыша будет чуть выше, другая ниже. И начинаем прорисовывать детали. Крышу. Тоже по средней линии сходим. Ее утолщение. Убираем на воспомогательные линии. Я рисую, опять же, для вас заведомо мягким карандашом. Впоследствии я вытру линии, сделаю их почти незаметными. Теперь крыша позади идет чуть ниже. Если он у вас будет немножко в других пропорциях, ничего, ребят, ну дома-то всякие строят. Поэтому приблизительно, ну, держитесь в моих пропорциях. Так, на домике, на крыше есть мансарда, да, то есть есть мансандры, мансандры, мансардные окна. Заговариваюсь уже. Так. Сейчас возьму тонкий карандаш. У меня вот он механический, очень-очень тоненький. Им хорошо прорабатывать детали, в которые не лезет уже такой карандаш деревянный. Деревянный, естественно, раму в окнах. Так, теперь от верхних окон мансарды идут вниз по этим же осям два этажа окон. Дергается у меня камера. Так. В общем-то, понятно, как рисуем. Дальше. Еще одно окно на крыше у фасада. Видите, окна такие продолговатые, длинные. Вот. Сразу же опять делим дом пополам. И от него, на равных расстояниях, от него рисуем эти окна. Центральное окошко на мансарде, оно у нас получается наверху на крыше. Прямо по центру, да, крыши. Сзади заборчик все мы видим. Там какая-то зелень. Кустистая. Ветки потом прорисуем. Ну и сейчас примерно наметим, где еще будут ветки. Я обычно меняю все впоследствии, где, мне кажется, композиционно будет лучше. Слишком темная вот эта густота вверху леса мне не очень нравится. Я выбирала, в принципе, эту композицию из дома с сиренью. Поэтому будем фантазировать по ходу. Ну и примерно вот здесь кустик с сиренью. Убираю лишнее, что за кустом. Теперь я уберу линии темные, жирные. Вот здесь кусты такие основные, его ветки. Ну, достаточно. Так, все, я убрала. Теперь понадобится кисть для широкая, для того, чтобы смочить, да, место, где будет у нас небо. Тоненькие кисточки, естественно, нужны. Так. Пишем небо. Небо я пишу не с натуры, а чисто для композиции мне хочется, чтобы было облако, чтобы был переход от темного к светлому. Поэтому пишу по мокрому, чтобы был красивый переход. Кобальт сверху, голубой снизу. Разбавленный водой цвет. Аккуратно обрисовываю крышу. Чуть-чуть заходим на зону будущих листьев и деревьев вширь. Можно вообще прокрасить, в принципе, всю горизонтальную плоскость, сделать там тоже небо, но не обязательно. Так, облака я намечаю салфеткой. По мокрому промакиваю. Вот, в принципе, уже появились облака. Но я люблю больше контрастов, поэтому еще добавлю темных мест в верхнюю часть неба. То есть добавляю еще кобальта голубого над облаками и немножко под. Прорисовывая еще изгибы облаков. Еще контрастнее. Высыхает акварельная бумага, все становится светлее, то, что мы нарисовали, поэтому приходится повторно еще проходиться. Вы можете остановиться уже на этом варианте, чтобы уже 100% получилось. И не подпортить повторным нанесением цвета, не превратить в грязь акварель. Кто посмелее, следуйте за мной, тонируйте. Дальше темнее делайте свет. Синтетической кисточкой я навожу свет от лучей солнца. Делаю подолговатую линию плоскостью горизонтальной кисти и чуть-чуть свожу ее вбок. Получается такой, как от светло-белого почти на нет сводится этот луч к темному. В основании оно светлее и когда веду ее вправо, она оставляет за собой свет, эффект луча. Теперь облака мои будут иметь такой сероватый цвет, поэтому серый я делаю, как всегда, коричневый-голубой и прописываю толщину облака. Еще чуть темнее, контраста хочется, опять же, мне, поскольку облака я сделала темнее, чем рассчитывала, поэтому еще добавляю цвета и тона в верхнюю часть неба. Это кобальт синий. Еще плотнее серый возьму. И теперь опять вот эти лучи солнца. Видите, провожу. Плоскостью, плоской частью кисточки. И вот она получается, как лучи солнца в небе. Так, пока небо наше сохнет, приступаю к домику. Домик охра. Разводим цвет с водой, чтобы он был достаточно светлым. Можно добавить немножко голубого. Во вторую часть здания она чуть в тени, поэтому делаем плотнее цвет. Либо берем более темную охру или коричневую, разбавляем с водой. И заполняем все пространство до кустов сирени. Также еще есть вымощенная часть. Так, заборчик. Ну и теперь хочу пройтись по зелени. Крупным местам. Так, это мы прописываем полянку. Желтый с салатовым или пусть будет зеленый травяной. Прописываем. Вначале больше желтого в замес добавляем. Книзу больше зеленого. Тень у меня зеленый с желтым. Больше зеленого присутствует в замесе. Тень от куста сразу прописываю. Видите, пока еще не до конца просохла бумага. Дорога у меня от голубого к охре. Позади такой голубовато-ахристый цвет. К нам ведет тропа ахристая. Добавляю немножко фиолетового в тень. То есть охра с фиолетовым или хинокридоном. Так, теперь куст. Фиолетовый или хинокридон. Зависимо от того, какой куст хотите сделать. Прописываем частично. Видите, делаю пятна, где у нас сами цветы сирени будут. Естественно, мы все идеально не прорисуем. Это можно будет тут вечность потратить, чтобы прорисовать каждый кустик. Мы пятнами прокрасим примерно, где у нас будут зелень. Зелень – это зеленые пятнышки. Желтый с зеленым замесом у меня такой. Где цветы? Естественно, фиолетовый. Сразу давайте тон очень светлый. Поскольку сейчас, которым покрываем мы места цветов в сирене, это их свет. Естественно, сейчас будем углубляться, будем еще темнее и темнее делать в тенях, полутенях куста. Поэтому сейчас как можно светлее делайте сирень. Вот, сейчас беру более плотный сиреневатый цвет и прохожусь по тени кустов, создавая такие своеобразные шарики из веток. Прохожусь, заметьте, с одной стороны, да, у меня как бы получается справа только тень, слева свет. Еще чуть темнее. Высыхает бумага, на бумаге акварель. Вижу, как-то слилось все. Еще добавляю тени. Чуть темнее, контрастнее. Чтобы при прищуре, когда прищуриваем глаза, все-таки объем был у куста, да, чтобы вот какие-то такие выпуклости, шарики такие из веточек появились. Так, теперь у меня крыша. Крыша синий и фиолетовый. Смешала. Можно добавить коричневый. Такой глубокий цвет. Или, если есть у вас в акварели индиго, прямо им. Чистым цветом. Ну, опять же, естественно, добавляем воды, поскольку вначале мы прописываем светлую часть, впоследствии наводим тени. Так, темно-коричневый или темная охра. Тень у крыши. Глубина ее. И прорисовываю тоненькой кисточкой. У меня троечка синтетическая. Окошки. Какие-то они у меня квадратики или прямоугольнички более темные. Какие-то более светлые. Где-то попадает тень, где-то свет в окно. Поэтому вот они не в одном тоне выполнены. И тем самым какая-то живость присутствует, жизнь в этом доме. То есть, как бы, что он не плоский, не искусственный, я бы сказала так. Так, вот, сейчас я, видите, в уголки чуть темнее завела. Где-то с краю чуть темнее в уголке рамки. Но саму раму я оставляю белый цветом листа бумаги. Коричневым обвожу контур. Вокруг. И то только с двух сторон. Сверху и сбоку. Толщину у здания. Там просматривается еле-еле. Ну и, соответственно, в двух этих окнах, не прокрашенных, тоже самый эффект делаю. Вот верхних два темных, а нижние я только контуры прорисовала, заметьте, да, у рамки. А все остальное залила просто водой. Добавила воды, и они такие полупрозрачные получились. И, опять же, рамочка тук. Ну, соответственно, и с противоположным окном тоже самое. Контур у окна можно сделать. Пока еще есть намешан свет, сделаю еще светлую часть под крышами, над окнами. Смотрите, у крыши одна часть темнее, да, коричневая, под крышей, а вторая чуть светлее. Эту градацию тоже соблюдите. Ну, и окна. Еще добавлю чуть темнее, где-то в уголках. За сиреней тоже окно виднеется. Вернусь к крыше, пропишу ее, все, что осталось. Сами мансардные части, вот эти окна, писала тем же цветом. Фиолетовый, голубой, коричневый замес. Или, если есть индиго, тоже подойдет. Только больше добавила воды. Пишу в одном цвете. Так, линию под крышей оставляю белую полоску. На крыше. Так, теперь в тень уходим. Прописываем теневую часть у крыши. Теперь этим же цветом, у меня его совсем немножко на палитре, я прописываю крышу домиков позади. Разбавленный с водой, хорошо. Можно позади где-то пустить цвет этот. Сзади где-то очень вдалеке листва. Листва, она будет почти в дырке голубая. Так, оставляем эту затею с листвой. Возвращаюсь к домикам. Коричневый или темная охра. Холодный оттенок. Если у вас коричневый, теплый, добавьте немножко голубого. Прописываем домик. Мини клумба, на которой дерево находится, тоже пропишем. Позади еще там тоже лесная часть, да, массив какой-то. Очень светлым тоном, заметьте, пишу, да. То есть, почему, для чего. Поскольку позади у нас светлее, впереди будут листва темнее. А так как это задний план, его делаем светлым. Это зеленый с желтым смешиваю. Ну и вот это дерево, которое находится у задних донок, тоже, естественно, делаю светлым. Добавляя больше воды в листву. В замес для листвы, точнее. Позади чуть темнее, делаю контрастнее, уже навожу цвета. На картинке так и есть приблизительно в этом месте. Чуть темнее добавляю зелени. И видите, как идет заливка у меня снизу вверх. Нестандартно немножко, но поскольку вот так вот хаотично получилось набирать цвет. От светлого к темному. Если бы я вела от темного к светлому, оно бы все смешалось. Было бы все темным. Ну а теперь я приблизительно намечаю ветки ели. Они будут у меня вот здесь вот как-то вот так идти. Каким-то таким смешанным деревом. Вот видите, градация какая идет у меня. Ярко-зеленая, темно-зеленая. Оно дает живости, разноплановости. Разные деревья, под разным освещением. Ну вот примерно так. Не хочется прорабатывать эту зону, поскольку проработаемым у нас должно остаться все-таки сирень с домиком. То есть это основа, центр композиции. Мы его и прорисовываем. Все остальное так. Добавляем детали, но не фанатеем от этой части. То есть не остаемся на ней полноценно. Так, с другой стороны картины сразу же прописываем. Какие-то ветки совпадают. Вот. У меня синий с зеленым замес. Но в данном случае у меня синий индиго. Это такой цвет. Коричнево-синий. Какой-то с черным что ли примесью. Интересный цвет такой. Можете взять просто синий. Темно-синий и зеленый. Смешать. Вот примерно что-то похожее у вас получится. Если нет индиго цвета. Так, разделила на две части вот эту зону справа. Светлая, темная, опять светлая зона. Если смотреть от края листа. То есть это опять же разноплановость. Что-то на переднем плане стоит. Какое-то дерево. Какое-то позади. Белым не закрашиваю. Это будет впереди какая-то часть кустарника. Там сухая. Что-то такое мы изобразим. Теперь темно-зеленым пройдусь в глубинах куста. И в тени. Вот. Он теперь более контрастный становится. Он теперь притягивает к себе взгляд. Но опять же так мы не оставим. Потому что слишком контрастно. Придется добавить еще фиолетового в тень. Он не настолько выбивается темный. Не настолько темная зелень. Мы сейчас пройдемся просто по каким-то местам. Пока у меня зеленая краска набрана на кисть. Я везде не пройдусь. Где-то травку прорисую. Где-то тень. Где-то линию. Прокрашу. Здесь где-то сбоку прорисую. Какую-то глубину. Лето. Так. Тень от деревьев на переднем плане. Пропишем этим же цветом зигас зеленым. Или синий берите зеленым. Теперь охра светлая. Дерево на свету. Охра темная в тени. Стол дерева. И делаю его таким полупрозрачным. Чтобы он сильно не притягивал к себе взгляд. Не отвлекал. Если он будет темным. Темно-коричневым. Выбиться на первый план. Зачем нам это? Поскольку у нас нежный такой домик с сиреней. Аккуратненький. Если сейчас делаем большие контрасты. Просто убью всю композицию. Так. Фиолетовый. С коричневым. Прописываем тени от деревьев на тропинке. Сверху пару веток пущу. Синий с зеленым. Еще дорисую крыши. Кроны. Деревьев. Основную его часть верхнюю еще добавлю. Чуть контрастнее сделаю у дома. Чуть темнее, чтобы выделить все-таки дом. И не сливался он с фоном. А он светленький. Думаю подрисовать ему немножко камней вверху. Какой-то такой вот фактуры сделать. То мне как-то не хватает мне чего-то. Хочется немножко подробить его. Так. Добавляю охру в кусты. И теперь то, о чем я говорила. Камни прорисую. Прямоугольнички такие в шахматном порядке. Навела немножко. И то только вверху. Заметь. Сейчас высохнет. Пройдусь еще чуть более темными. Потом еще темные камушки. Так. Сейчас прорисую еще раз какие-то нюансы. Темно-синим с зеленым. И опять к кусту. Вот теперь не хватает. Беру фиолетовый с бордо. Смешиваю. И прописываю теперь контрасты на самих цветах фиолетовых. Ну вот теперь в принципе все готово. Можно добавить немножко коричневых. Сейчас покажу как получилось у меня. Камешков. И в принципе все готово. Я надеюсь, что была вам полезна. Жду вас на своих новых видео. До скорых встреч, ребята. Приглашаю на свой Яндекс канал. Ссылка будет под видео в комментариях.